МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём учителя! Люберецким педагогам вручили сертификаты на новое жильё. Огонь, батарея, тепло в школы и детские сады подано в полном объёме. Реконструкция центрального парка в Люберцах идёт полным ходом. Все точки над И. Как Мосводоканал сокращает вредные выбросы в атмосферу? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Ружицкий провёл очередную встречу с жителями Люберец. В ходе неё обсудили вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, подъездов, а также комплексного благоустройства дворов. Также люберчане смогли задать главе округа другие наболевшие вопросы. Основные темы, которым была посвящена эта встреча Владимира Ружицкого с жителями. Подготовка к зиме, благоустройство и капитальный ремонт. Здесь вопросов оказалось много, но все решались в рабочем порядке с заместителями главы. Среди более острых проблем строительство новых социальных учреждений. К примеру, хореографической школы на Октябрьском проспекте. Уже несколько лет там лежит только фундамент. Жители боятся, что и его отберут под что-то другое. Эта территория первая, она принадлежит хореографической школе. Мы специально сразу свидетельство оформили на школу. Поэтому отобрать никто не отберет. А на прошлой неделе прошел градостроительный совет, заверила Ирина Назарева. С участием инвесторов. И теперь строительство школы стоит в плане реализации их контракта. Также люберецкие жители уже давно обеспокоены таинственными выбросами в атмосферу. В некоторых районах округа периодически появляется неприятный запах. А откуда – неизвестно. Поэтому и устранить его причину не могут. Дышать иногда воздухом невозможно ни в квартире, ни на улице. Согласен. Вопрос есть. Ответит на него Езерский Василий Владимирович. Создана рабочая группа. Проблемы есть в Люберцах, Балашихе, Вреутове. Значит, с сегодняшнего дня проводятся проверки. Завтра в Люберецких очистных сооружениях. Послезавтра Московский нефтепереразобрабатывающий завод. В среду мусоросжигательный завод. И в четверг Торбеево и свалка Кучино. Поиски источников неприятного запаха и загрязнения окружающей среды теперь ведутся под контролем заместителя губернатора Московской области, сообщил Василий Езерский. Среди других наболевших вопросов у Люберчан транспортный. Сразу несколько жителей рассказали о том, как сложно им добираться от дома до метро или до центра города. Еще сложнее пенсионерам, оказывается, некоторые социальные маршруты заканчивают работать очень рано. Для пенсионеров, ветеранов, у нас ходит единица и 453, вот как уже тут говорилось. Я их называю «спокойной ночи, старики». Потому что они ходят до 8 часов, а после 8 часов, что пенсионеры, уже не нужно им ездить никуда. Во время встречи было принято решение создать рабочую группу, в которую войдут жители Люберец. Так вместе с сотрудниками администрации они смогут создать удобную для них дорожную карту внутренних маршрутов и согласовать с Министерством транспорта Московской области движение остальных автобусов. Проблема есть. Транспорта севера, юга, север, метро Выхина, метро, будем говорить, Кузьминки. Проблема есть. Поэтому, Эдуард Семенович, вот мы эти темы фиксируем, и понятно, что эти темы мы в одиночку не решим. Можем решить только с Министерством транспорта Московской области. Внутренние маршруты можем сами решить. Завершилась встреча Владимира Ружицкого с жителями спустя полтора часа. Всего за это время вместе с сотрудниками администрации он ответил на 53 вопроса. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родянко. Телеканал ЛРТ. Минтранс области ищет пути решения проблем транспортной доступности жилого комплекса Люберце. Напомним, недавно один из острых вопросов урегулировали. Был восстановлен проезд по улице Кожуховская горка, где жители часто объезжали пробки. Какие проблемы еще остались? На минувшей неделе встречу с жителями микрорайона провели министр транспорта области Игорь Тресков и глава Люберец Владимир Ружицкий. Я вам доверяю, лично я, потому что я видела, что было, что вы сделали и как вы к этому отнеслись. Такое доверие со стороны жителей к министру транспорта Подмосковья вызвано не случайно. Всего за неделю он совместно с представителями местной власти принял несколько экстренных мер, которые уже позволили разрешить некоторые транспортные сложности. Так было восстановлено движение по улице Кожуховская горка, который, как оказалось, долгое время был перекрыт самовольно соседним застройщикам. Дорожное полотно рабочие полностью привели в порядок за одну ночь. Кроме этого, на территории ЖК организовали дополнительный въезд и выезд из микрорайона. И это еще не все. Расширено с поворотом направо Зенинское шоссе в сторону Москвы на Кожуховскую горку. Еще один ряд движения появился. Мы планируем вот этот поворот налево на Кожуховскую горку. Его надо ограничивать. А более того, наверное, закрывать. Остановочный павильон установлен, так как мы говорили с вами, с выходом тротуара в сторону микрорайона. С другой стороны тоже тротуар обустраивается, с противоположной стороны. Также разгрузить дороги вблизи микрорайона помогли работы по расширению Зенинского шоссе после моста, который вызывает у жителей массу вопросов. Его решили реконструировать, однако эти работы затянутся минимум на полгода. Кроме того, за прошлую неделю удалось по-новому организовать движение на пересечении улиц Вертолетчиков и Лепчанского. Позаботились власти и о тех, у кого нет личного транспорта. Так, до конца октября увеличится количество автобусов на маршрутах 12-25, 12-27 и 12-32, которые курсируют через жилой комплекс. Маршрут 12-27. Машково, Марусино, Москва, Новокосино. Предполагается увеличить количество автобусов малого класса с 12 до 20. На маршруте 12-32К, это Люберцы, микрорайон Люберцы-2015, до Москва, метро Выхина. Предполагается увеличить на 5 автобусов среднего класса. А на маршруте номер 12-25, Люберцы-Новокосино. Количество машин возрастет с 16 до 25. Но и этого мало, говорят люберчане. Жители жилого комплекса отметили нехватку автобусов повышенной вместимости, чтобы в них могли ездить родители с колясками. Кроме того, в ЖК Марусино попросили установить остановочные павильоны. Свои предложения по поводу реконструкции моста и движения в целом высказали десятки жителей микрорайона. Я готова дойти пешком до Люберцы, если будет какая-то дорога. Я с коляской дойду. Но нет дороги. Кроме решения этого вопроса, в планах у застройщика до конца года провести работы по организации движения внутри микрорайона. Среди них открытие дополнительных въездов и выездов из микрорайона «Самолет». Также на встрече стало известно, что сейчас прорабатывается вопрос строительства объездной дороги вокруг строящегося микрорайона. Кроме того, власти пообещали, что до 30 октября в ЖК Люберцы 2015-2016 появится новая бесплатная парковка на 350 машиномест. Мы услышали с вами проблемы, они связаны с двумя вещами. Первое, это автобусы ходят, а, редко, то есть мы сейчас приняли решение об увеличении. Б, нас не устраивает проблема, связанная с тем, что стрелка не работает. Услышали, это важно. Предмет того, чтобы заезжали автобусы в определенные пункты, здесь все помечено в протоколе, мы это рассмотрим. Все озвученные на мероприятии замечания и предложения жителей зафиксировали. Они станут основой разработки дальнейших действий по урегулированию транспортной доступности микрорайона Люберцы 2015-2016. В следующий раз представители местной и региональной власти наметили встречу с люберчанами на 16 октября. Анна Троян, Никита Скраган и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберецком дворце культуры прошло празднование в честь Всемирного дня учителя. Для виновников торжества звучали песни и теплые слова поздравлений. А лучшим педагогам по традиции вручили сертификаты на новое жилье. Мы опять собрались, чтобы в очередной раз сказать вам огромное спасибо за ваш труд. Я вам искренне желаю, что у вас по жизни все получалось, удавалось, а главное – здоровье вам. Учителя, воспитатели, специалисты дополнительного образования, ветераны педагогического труда. В этот день в их адрес звучат слова поздравлений и благодарности за нелегкий труд и терпение. На торжественном празднике присутствовали люди, которые внесли значительный вклад в развитие системы образования в Люберцах. Депутат Государственной Думы Лидия Антонова в свое время работала учителем в Малаховской школе. Сейчас об этом периоде своей жизни она вспоминает с гордостью. Нам с вами предстоит и дальше заниматься очень трудной, но интересной профессией. Мы работаем с разными поколениями одновременно, и нам надо найти общий язык и с родителями, и с детьми, и с общественностью, которые ставят нам высочайшие планки постоянно. Хочется пожелать, чтобы наше древо образование Люберецкое имело только зеленые листочки. На торжественном мероприятии 10 педагогов получили договоры и сертификаты на новые квартиры. Почетными грамотами Министерства образования, знаками отличия и благодарственными письмами были награждены десятки учителей-воспитателей. А три человека стали почетными работниками сферы образования России. День старшего поколения День старшего поколения отметили в Люберцах. Во Дворце культуры прошел праздничный концерт, на котором выступили лучшие творческие коллективы округа. Поздравить виновников торжества пришли представители власти и общественных организаций. Вспомнить музыкальные композиции молодости, услышать слова благодарности и увидеться со своими друзьями. Сегодня в этот зал пришли те, кого сейчас называют старшим поколением. День пожилого человека призван напомнить общественности, что этим людям нужно уделять особое внимание. Им мы обязаны жизнью. Только Советский Союз первый построил атомную электростанцию. И первый в мире запустил человека. И к этому человеку мы тоже имеем самое прямое отношение. Потому что именно на Люберецкой земле он обрел специальность. К Юрию Алексеевичу Гагарину прямое отношение имеет и Виктор Трантров. С ним он учился в Люберецком лемесленном училище. Успех первого космонавта замотивировал тогда обычного комсомольца на всю его жизнь. В конструкторском бюро Роскосмоса Виктор Павлович проработал 40 лет. Было так радостно, когда мы узнали, что Юрка полетит в космосе в 61-м году. И под этим воздействием я тоже пошел работать. Хоть и я и не космонавт, но я принимал участие в запуске космических ракет. Строили в Плесецком, в Байконуре и боевые ракеты ставил дивизию. Смотря на наше старшее поколение, по-настоящему понимаешь, у них многому можно поучиться. Ведь они всегда руководствовались девизом, сначала думая о родине, потом о себе. Устои этих людей позволили не раз отстоять честь нашей страны. Ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане городского округа Люберцы, пенсионеры и просто бабушки и дедушки в этот день принимали поздравления. Вы должны передавать свой богатый жизненный опыт молодому подрастающему поколению. А вам, уважаемые земляки, действительно есть чему гордиться. Наш с вами Люберецкий район славен во всех своих проявлениях. Вы прожили большую и, я уверен, очень интересную жизнь. В этот праздник для виновников торжества выступили творческие коллективы городского округа. Прозвучали песни из прошлого. Гвоздем торжественной программы стал показ отрывков советских кинолент, в которых звучали песни нашего земляка Леонида Серебренникова. Ну а после он собственной персоной высказал слова благодарности старшему поколению. «Во всех социальных объектах Люберец тепло» — такое заявление сделал глава Владимир Ружицкий. На минувшей неделе он лично проверил температуру в детском саду и школе. Когда же отопление попадет в дома люберчан, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Я специально к вам пришел узнать, у вас тепло или нет. У вас тепло? Тепло! Не тепло, а даже жарко. В детском саду номер 9 температура в группах 22,5 градуса, что точно соответствует норме. Что важно, маленькие люберчане чувствуют себя комфортно. Само же учреждение в прямом смысле отапливается самостоятельно. Почти все подвальное помещение здания отдано под индивидуальный автоматизированный тепловой пункт. Здесь определенные технологии. Мы в последние садики строим, как правило, тепловой пункт прямо в садик. Как правило, либо где-то, скажем, пристройки, либо в цокольном этаже. В данном случае здесь в цокольном этаже. Это позволяет регулировать тепло в самом садике, непосредственно в садике. Поэтому это очень удобно. Люберчане постарше, ученики кадетской школы, тоже довольны тем, как отапливаются классы. За пару дней учреждение прогрелось полностью. Жалоб со стороны педагогов не возникло. Тепло, тепло. Традиционно социальные объекты начинают отапливаться первыми. Этой осенью тепло туда стало поступать 28 сентября. На сегодняшний день 42 школы, 47 детских садов, 5 учреждений дополнительного образования, 13 больниц и поликлиник округа имеют горячие батареи. Зима впереди, не болейте. Хорошо? Спасибо. И остается лишь вопрос насущный. Когда же станет тепло во всех домах городского округа? Ведь подача отопления в жилой фонд началась 1 октября. Однако не все люберчане пока могут похвастать тем, что им не холодно в квартире. Постоянно эта ситуация мониторится. Управляющие компании и ресурсоснабжающие компании аварийные службы переведены в круглосуточный режим для того, чтобы за 10 дней, как по постановлению, запустить везде отопление, чтобы нареканий у жителей не было. Ежедневно я лично посещаю единую диспетчерскую службу, где беру мониторинг звонков по тем домам, на которых необходимо усилить работу, чтобы жители получили тепло в установленный срок. Так что, если вы до сих пор испытываете проблемы с теплоснабжением, обращайтесь в свою управляющую компанию или единую диспетчерскую службу 112. А если и так не удалось урегулировать вопрос, всегда можно написать главе в социальные сети. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Еще один филиал многофункционального центра распахнул свои двери для жителей Люберец. В новом отделении предоставляется около 400 видов государственных и муниципальных услуг. Первым посетителем многофункционального центра стал голова округа Владимир Рижицкий. Теперь получить государственные и муниципальные услуги можно прямо во время шопинга. Восьмое по счету отделение МФЦ в городском округе Люберцы разместилось на втором этаже торгового центра «Выходной». Посетители смогут получить здесь любой документ или справку, выдаваемые в режиме одного окна. Мы разбросали услугу, так называемую, в МФЦ по территории всего городского округа. Нет. Таких направлений нет. То есть мы сделали, кроме того, что можно услугу получать в виртуальном пространстве, житель может дойти до ближайшего МФЦ в шаговой доступности. Владимир Рижицкий лично проверил принцип работы универсального окна. После традиционного перерезания красной ленточки сотрудники МФЦ предоставили ему свои услуги. А тем временем в многофункциональном центре уже стали появляться первые посетители. Здесь можно получить более 200 государственных документов и порядка 400 видов услуг. У нас здесь будет три бизнес-окна, которые будут работать с понедельника по субботу с 8 часов утра до 8 часов вечера. И также у нас есть одно универсальное окно, которое будет работать с понедельника по четверг с 9 часов утра до 6 часов вечера, а также в пятницу с 9 часов утра до 17 часов 45 минут. Бизнес-окна оказывает услуги, необходимые для поддержки малого и среднего предпринимательства. Обратившись к специалисту универсального окна, можно решить вопросы сразу в нескольких направлениях. Кроме того, в новом мини-офисе принимают беспроцентную оплату за услуги ЖКХ. Реконструкция центрального парка в Люберцах идет полным ходом. Сейчас оборудуют дорожную сеть и освещение. В ближайших планах спортивные площадки и детские игровые комплексы. Полностью завершить работы планируется в 2018 году. Современные аттракционы, яркие цветочные клумбы, различные зоны спорта и отдыха. Представить таким центральный парк Люберец пока сложно. Рабочие делают первые шаги по перевоплощению одного из любимых горожанами мест. Масштабная работа поделена на две части. В рамках первого этапа реконструкции, который завершится 15 ноября, здесь обустроят входные группы, тропиночные сети и уличное освещение, а также детские и спортивные площадки. Парк обустраиваем по сути из трех источников. Есть и федеральные деньги, есть и областные, и наши местные. Поэтому здесь такие вопросы решаются, как я говорю, в складчину. Проект есть, и мы по нему работаем. Понятно, что, возможно, в процессе работы будут какие-то изменения, что, естественно, неизбежно, но изменения должны быть только в лучшую сторону. Площадь центрального парка небольшая, всего 13 гектаров. Однако эту территорию обустроят так, чтобы занятие по душе смог найти каждый. Здесь появится велосипедная дорожка, детские и молодежные кафе, а также зоны отдыха для людей с ограниченными возможностями. Окончательно новый облик парк приобретет осенью 2018 года. Луиза Егязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В садовом товариществе «Ручеек» не на шутку разгорели земельные войны. Там местные жители остались фактически без своих участков. Самовольный захват территории, утверждают они. Однако по документам, собственником спорных земель является местный бизнесмен. По мнению жителей, именно он и организовал здесь незаконную вырубку леса. Так что на самом деле происходит в СНТ «Ручеек»? В ситуации попробовал разобраться наш корреспондент. Они прошлись по нашей земле как мамай, как фашисты. Я здесь рабочим говорил, вы не помните этого самого Ивана, не помнящие родства. Вы разоряете нашу землю. Татьяна Лучкова не может сдержать эмоции. Женщина получила на этой земле садовый участок, как заслуженный работник тамилинской птицефабрики. И добросовестно им владела на протяжении 25 лет. Однако документы на право собственности ей так и не удалось оформить. По словам Татьяны Лучковой, первый председатель СНТ «Ручеек» обманом завладел землями рабочих птицефабрики. Вскрылось это только в 2008 году, когда на имущество жителей СНТ начали открыто покушаться третьи лица. И с тех пор на этой территории продолжается многолетняя изнуряющая борьба. 300 семей, вот три полосы от дороги до следующего забора, это 300 семей, 300 участков. Были обмануты, обворованы, оплеваны, можно так сказать. Документы не получили. Вместо наших фамилий в списке администрации Тамилина попали в списки подставных. 300 подставных. А нас выкинули. Вообще история с землями СНТ «Ручеек» запутанная и корнями уходит в 90-е годы. Местные жители до сих пор не понимают, как такое могло произойти. Владели себе участками добросовестно, жили на землях много лет, а потом раз, и они уже не собственники, а непрошенные гости в своих же домах. В 2000-х годах была практика во многих поселениях в Московской области, когда люди не знали, что нужно, необходимо ставить свои земельные участки на кадастровый учет. Разные нуравиши, не выезжая на местность, наверное, каким-то образом заинтересовывая кадастровых инженеров, прямо в кабинете ставили данные земельные участки на учет, на кадастровый. То есть не обращая внимания, есть заборы, пользуются, не пользуются. По всей видимости, так случилось и с землями жителей СНТ «Ручеек». Разобраться, почему так произошло, и выяснить, кто в этом виноват, люди пытаются уже больше 10 лет. Однако дело не то, что не сдвинулось с мертвой точки, а напротив, приняло крутой поворот. На данный момент собственность на эти участки перешла, я так понимаю, уже в третий или в четвертый раз другим лицам. И новый собственник решил принять кардинальные меры по сносу, по освобождению этой земли от растительности и от наших садоводов. Эти кадры сделаны всего месяц назад. Раньше здесь был целый лес, теперь голый пустырь. Что будет дальше, непонятно. Однако местные жители сдаваться не намерены. Помочь людям в борьбе за их имущество и права взялись местные депутаты. Чиновники оперативно отреагировали на крик помощи жителей СНТ «Ручеек» и приехали на место, чтобы разобраться во всем лично. Сегодня я еду в Государственную Думу на имя депутата, курирующего в Московскую область, Свинцова Андрея Николаевича. Мы подготовили запрос на заместителя председателя Московской областной думы Жигарева Кирилла Сергеевича. Подготовили запрос на руководителя партии ЛДП Женевского Ланя Вольфовича. То есть с сегодняшнего дня мы берем эту ситуацию под контроль. Попытаемся переговорить с прокуратурой Люберецкой, прокуратурой Московской области. В общем, депутаты, как и жители СНТ «Ручеек», настроены решительно окончательно разобраться в ситуации. А главное, вернуть людям, принадлежащим земли, задача непростая, но решаемая. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Ситуация с загрязнением воздуха и неприятными запахами в Люберцах продолжает беспокоить местных жителей. На минувшей неделе Росприроднадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации по сероводороду на Люберецких очистных сооружениях Мосводоканала. Представители компании эту информацию опровергают, но готовы делать все для того, чтобы максимально снизить вредные выбросы. Подробности у Луизы Иги Азарян. Для того, чтобы устранить неприятные запахи, в 2013 году на Люберецких очистных сооружениях началась масштабная реконструкция. Благодаря установке газоочистных установок эту проблему удалось минимизировать. После очередного пресс-тура по предприятию специалисты исключили его из списка подозреваемых источников загрязнения воздуха. В пробах воздуха, которые мы отбирали в период август-сентября, это период самой тяжелой с точки зрения массовых обращений, присутствуют вещества, в которых никогда нет вычистных сооружений. И это говорит о том, что когда в качестве причины появления неприятных запахов указывают Люберецкие очистные сооружения, ты ищешь где там, где потерял, а там, где светло. А для того, чтобы искать там, где нужно, создана специальная рабочая группа, которая проводит обследование всех потенциально опасных объектов. Учитывая, что на территории промзоны рядом с очистными сооружениями большое количество предприятий, проверки начнутся непосредственно на них. Есть факты, что сжигают отходы. Понимаете, есть факты. Исходя из предварительных данных, лабораторных анализов, тут и ароматические углеводороды, и другие химические вещества, содержащие нефтехимию. Нам надо же определить конкретно, кто источник, чтобы уже потом за руку поймать. Такие рейды специалисты будут проводить в постоянном режиме. Ночное время и выходные дни – не исключение. Рассматривается вопрос об участии в проверках самих жителей и представителей общественных экологических организаций. Луиза Егязаря, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Новомодным увлечением молодежи вейпами заинтересовались и законодательные органы власти. В Московской областной думе прошло заседание на тему профилактики парокурения, наркомании и алкоголизма среди школьников. Присутствующие выделили употребление молодежью вейпов как одну из наиболее остро стоящих проблем. На заседании был предложен законодательный запрет на продажу электронных курительных устройств вблизи школы и спортивных учреждений. Вейп – это тип электронных сигарет. По сути, устройство представляет собой парогенератор, в котором испаряется специальная курительная жидкость. Пар от нее вдыхает курильщик. Вейпы часто сравнивают с сигаретами. Однако специалисты уверены, эти электронные новомодные коробочки порой оказывают на организм куда больше вред. Кроме того, государством никак не регламентируется качество вейпов и смеси для них, отчего их употребление становится еще опаснее. В смеси для вейпов есть никотинсодержащие, есть которые без никотина. Однако, брался анализ, допустим, 10 жидкостей для вейпов, где заявлено меньше никотина, содержалось гораздо больше, а где его не было, все равно следы никотина были. Вдобавок, химический никотин, это не природный, который получается из растений, из табака самого, а химический, оказывает более пагубное влияние на центральную нервную систему. Вейпинг – явление относительно молодое и еще недостаточно регламентируемое на законодательном уровне. В настоящее время нет ограничений по возрасту при продаже пароиспарителей. Их использование не запрещено в общественных местах. Именно поэтому вейпами заинтересовались чиновники. И на недавнем заседании Мособлдуми предложили ввести на региональном уровне запрет на продажу вейпов вблизи школ и спортивных учреждений. Ведь основная категория людей, употребляющих электронные новинки – молодежь. Если есть такая потребность, конечно, организовать продажу электронных сигарет в специализированных магазинах, которые будут располагаться вдали, подальше от школ, от лицеев, вообще от учреждений среднего профессионального образования. Потому что подростки – это еще пока формирующиеся личности, они еще не до конца понимают всю опасность, которым могут нанести тот вред для организма, который может вызвать сигарета электронная. А опасности здесь хоть отбавляй. Начиная от аллергии и вреда для вестибулярного аппарата, заканчивая необратимыми последствиями в виде тяжких заболеваний. Тем не менее, это не останавливает любителей вейпов. За последние 8 лет количество людей в мире, вовлеченных в парокурение, возросло в 11 раз. И эта цифра с каждым днем растет. Анна Троян, Мария Лапочева, Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Осенний призыв в ряды Вооруженных сил Российской Федерации стартовал на минувшей неделе. Люберецкие будущие защитники Отечества, как и полгода назад, в весеннем призыве, могут похвастаться хорошим здоровьем и инициативностью. Некоторые из них попадают в лучшие воинские части страны. После того, как призывник получил повестку, он должен прийти в военкомат, где его ждут медицинская и призывная комиссии. Именно здесь и решается, годен он или нет, и в какую часть направить парня на службу. У нас все молодые ребята в основном – это западный военный округ, части западного военного округа. Также будем призывать Черноморский флот, Балтийский, Тихоокеанский. Но процентов 80-90 попадет в ряды западного военного округа, то есть центральная наша часть. Как и полгода назад, в весеннем призыве, в осеннем Люберецкие ребята показывают хорошее здоровье – 76% годности, а также сознательность и инициативность. За что и получают, как эти, направления в президентский полк. Я не старался попасть сколько в президентский полк, я сколько старался попасть просто в хорошие войска по типу ВДВ или Морпеха. А вот мне тут так повезло, что могу попасть в президентский полк. Личных заслуг здесь нет, благодаря тому, что я занимался спортом более 10 лет. Ну и мозги на месте, наверное. В армии сейчас понимают – необходимо привлекать молодежь, чтобы служить, шли лучшие из лучших нужные условия. И они появляются. В частях есть спортзалы, в некоторых даже бассейны. Спальные места уже начинают устраивать по принципу общежития. Питание уже полностью, естественно, трёхразовое, на выбор по 2-3 блюда. То есть готовят гражданские повара, это всё уже не солдаты-срочники, как раньше было. Спортом уже занимаются ребята в спортивных костюмах, то есть не как раньше, с голым торсом в сапогах. По словам военного комиссара, в настоящее время выросла необходимость в контрактниках, тех, кто служит не год, а два. А также в призыводниках с высшим образованием, так как современная техника компьютеризируется и требует новых знаний. Поэтому в условиях службы у таких бойцов ещё больше привилегий. Школьные уроки выходят за пределы классной комнаты. В гимназии номер 16 презентовали интерактивное образовательное пространство «Исторический холл». В нём ребята совместно с учителями могут проводить нестандартные уроки истории, внеурочные занятия по предмету и тематические мероприятия. Пионерский галстук, советский букварь и школьная форма. А теперь такие вещи стали настоящим раритетом, и увидеть их можно разве что в музее. На четвёртом этаже современного здания гимназии «Интерес» появился холл, который переносит в далёкое прошлое. Здесь отражена история развития российского образования, начиная с 11 века и до наших времён. Изюминка музея, на которую невозможно не обратить внимание – деревянные ученические парты. Для нас это реликвия теперь. Для нас это родное. У меня сразу всё в голове прокручивается. Все эти школьные годы. Всё связано именно с такой мебелью. Такой необыкновенный исторический уголок появился в гимназии по инициативе учеников старших классов. Теперь здесь будут проводить тематические занятия. Кстати, первый открытый урок прошёл с необычными учениками. Заодно в советскую парту сели глава округа Владимир Ужицкий и депутат Государственной думы Лидия Антонова. Одноклассниками почётных гостей стали областные депутаты, сотрудники местной администрации, а также народные избранники Люберец. Учитель истории по очереди вызывал их к доске. В гимназии интерес всегда интересный. И с интересом наблюдаешь то, что происходит. Поэтому всё, что здесь организовано – это интересно, это креативно, это такой хороший творческий подход, это доставляет удовольствие. За ответы у доски оценки ставили одноклассники, как положено в 16-й гимназии по 10-бальной системе. После Владимира Ружицкого учитель решил проверить знания Лидии Антоновой. Задание непростое – рассказать об этапах развития образования в Люберецком крае. Гимназия наша в Малаховке – это уникальная гимназия. Она одна из первых вела совместное обучение девочек и мальчиков. В те времена, хотя ещё после войны, в 40-е годы, мы знаем из истории, мальчики и девочки учились раздельно ещё. То есть это всё как-то… Люберецкий район всегда был правопланговый в плане развития новых технологий. В своём выступлении Лидия Антонова выразила пожелание, чтобы этот музей стал точкой роста будущих учителей со всего Подмосковья и России. Безупречный ответ депутата Госдумы оценили в 10 баллов. После урока воспитанники гимназии провели познавательную экскурсию. Почётным гостям предложили на миг окунуться в детство и вспомнить, как завязывается пионерский галстук. Луиза Игазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Житель посёлка Октябрьский Евгений Петров стал победителем ежегодной премии «Студент года». Молодой человек учится на четвёртом курсе Московского государственного областного университета. Кроме хорошей учёбы в ВУЗе, он отличился спортивными достижениями и активной гражданской позицией. К этой победе Евгений Петров идёт уже третий год. Со второго курса он принимает активное участие в конкурсе среди студентов. Каждый раз ему удавалось выигрывать в номинации «Спорт». В этом году его признали лучшим по всем критериям. Победа в номинации «Гран-при» для Евгения – большая радость. Но в то же время на плечи молодого человека легла огромная ответственность. Скоро ему предстоит участие в общероссийском этапе премии. Мне нужно отправить заявку на всероссийский этап. Там будет проходить он сначала заочный, то есть будут рассматривать мою заявку. То есть, насколько я понял, это 84 региона по России. Из них берут гран-при победителей примерно 15. Хотелось бы очень достойно, так сказать, показать нашу мощь, нашу силу в области и достойно показать наш уровень. В случае, если Евгений удастся одержать победу, он поедет в Сочи представлять студенчество всей России уже на международной арене. Но и сейчас воспитанник Московского государственного областного университета является гордостью не только своего учебного заведения, но и родного округа. Евгений был участником молодежного парламента, городского поселения Октябрьский, молодежного парламента Либеретского района, когда учился непосредственно в своей родной и любимой школе номер 53. Уже поступив в наш ведущий региональный вуз, которым является МГОУ, продолжает заниматься активной общественной деятельностью, активной спортивной деятельностью. Евгений не просто занимается спортом, но и стремится пропагандировать здоровый образ жизни среди своих сверстников и педагогов. Он организовывает мероприятия по армлифтингу в различных вузах. Кроме того, молодой человек принимает активное участие в общественно значимых событиях. И при всем этом Евгений показывает отличные результаты в учебе. На сегодняшний день у студентов факультета психологии МГОУ нет ни единой четверки или тройки. А теперь о спорте. Три дня зрелищных боев в клетке. В Люберцах состоялся чемпионат и открытое первенство Федерации ММА. Поединки по смешанным единоборствам проходили во дворце спорта «Триумф». Самые захватывающие кадры в нашем следующем сюжете. В бойцовской клетке встретились представители одного из старейших видов спортивного искусства. Истоки ММА уходят вглубь истории. Еще древние греки водили эту дисциплину в Олимпийские игры. Со временем порядок и правила сражения менялись. Но принцип смешанных единоборств остался тем же. Здесь побеждает только сильнейший. В чемпионате России по смешанным единоборствам свою силу и мастерство показали порядка 300 человек. Это бойцы из девяти различных регионов страны. Среди участников противостояния можно было встретить как взрослых спортсменов, так и детей. Которые, несмотря на столь юный возраст, показали хорошие результаты. Сначала было страшно, а выиграл, сразу хорошо стало. Настрой боевой. Состязания по смешанным единоборствам проходили во дворце спорта «Триумф» в течение трех дней. Этот турнир стал отборочным этапом на чемпионат мира. Спортсмены, доказавшие свое право на участие, в нем поедут в Бахрейн, где с 12 по 18 ноября поборются за звание сильнейшего бойца ММА. Томилинское научно-производственное предприятие «Звезда» на минувшей неделе отметило 65 лет со дня основания. История «Звезды» неразрывно связана с историей развития отечественной авиации и космонавтики. По случаю юбилея завод открыл свои двери для гостей, но они, в свою очередь, пришли с поздравлениями. Первооткрыватель космоса Юрий Гагарин во время первого полета был одет в скафандр производства «Звезды». Пользовался разработанной ее специалистами системой приземления. За 65 лет предприятие не только не сдало свои позиции, но и достигло высоких результатов. Сейчас завод – крупнейший поставщик. Система жизнеобеспечения для летчиков и космонавтов во всем мире. За этот срок вы не только стали на ноги, но как бы определили себя как маяки в отдельных направлениях. И многие стараются воспроизводить, подражая вам те или иные образцы авиационной техники и космического оборудования. Я желаю вам дальнейших успехов. В этот памятный день «Звезду» благодарили те, чья судьба неразрывно связана с предприятием в целом. И те, кто вернулся домой в целости и сохранности, благодаря надежной продукции завода. Летчику-космонавту Александру Лазуткину неоднократно удавалось выжить благодаря ей. Слава Богу, что есть такой завод «Звезда», который делает средства спасения и для летчиков, и для космонавтов. Спасибо большое за ваш труд, за то, что вы есть, за то, что вы боретесь, несмотря на все трудности, которые существуют в этом мире. И дай вам Бог здоровья и благополучия. В честь юбилея в стенах предприятия прошла фотовыставка, где каждый желающий мог наглядно ознакомиться с 65-летней историей звезды и ее достижениями. Кульминация праздничного митинга – награждение выдающихся работников завода. Медали, знаки отличия и памятные подарки за доблестный труд и успехи в работе получили 58 сотрудников научно-производственного предприятия. Все средства обеспечения жизнедеятельности в космосе созданы здесь. Все системы обеспечения безопасности полетов созданы здесь. Мы очень горды вашим коллективом. Вы осуществили единственную мечту человека – именно вы, ваши руки, ваш коллектив. Также лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и благодарности от губернатора Московской области. После награждения для гостей мероприятия выступили творческие коллективы и исполнители округа. Среди них были и сотрудники самой звезды. Анна Троян, Алексей Табаков, телеканал ЛРТ. В Люберецком дворце культуры открылась выставка фотографу Александра Орешина. Она посвящена сказкам Александра Пушкина, а героями снимков стали известные в городском округе люди. Три царицы сидят под окном, старик ловит золотую рыбку, царевна-лебедь протягивает руки к небу. Все это образы пушкинских сказок с страницей фотокалендаря, которую создал фотограф Александр Орешин. Выставляться в Люберцах автор решил не случайно, ведь и на фото по мотивам Пушкина, и на других работах в экспозиции запечатлены люберчане. Четыре года я здесь работал, создал страницу в фейсбуке «Люберцы и люберчане», которая и стала основой вот этой выставки. Героями фотографии стали сотрудники Люберецкой администрации, руководители городских структур, депутаты, известные люди города, друзья и коллеги фотографа. Многие из них пришли на открытие выставки. Вот он не использует фотошоп, это последние магинг-харды, наверное, такие. Впервые Александр Орешин взял в руки фотоаппарат еще в армии, с тех пор не расставался с ним. За годы работы фотографировал и первых лиц государства, и звезд эстрады. Попробовал себя во многих жанрах. Сколько бы мы с ними делали фотосессий разных, разных по характеру, по месту съемок. У нас с ними есть целый цикл, который называется «Времена года». Мы сразу сфотографировали зимой, летом, осенью и весной. И это всегда разное настроение, всегда разный какой-то антураж, всегда разное состояние души. Он, с одной стороны, очень такой тонкий лирик. Он умеет снимать природу и людей, как-то показывать их характер, внутреннее состояние. И при этом еще он большой юморист. Он умеет снять человека так, что это выходит смешно. И это, не знаю, простой человек вроде меня или президент страны Владимир Владимирович Путин. Интересно, что сам автор выставки себя фотохудожником не считает. В первую очередь я репортер-документалист, говорит он. Моя работа – передавать и сохранять информацию, служить времени, обществу, государству, быть в центре знаковых событий. Самое главное в кадре, соответственно, смысл того, что ты снимаешь. Чтобы моя всегда была задача, и в принципе я вот к этому себя приучил, что в одном кадре, чтобы у тебя было максимум информации об этом событии. Продлится фотовыставка Александра Орешина до конца октября. А в ближайших планах автора – создание еще одного цикла работ, еще одного фотокалендаря. И, возможно, его моделями снова станут люберчане. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. В Наташинском парке прошла благотворительная акция в поддержку бездомных животных «Дорога домой». Ее куратором выступил проект «Котовский энд собаки». На мероприятии можно было познакомиться с обитателями приюта, а понравившихся собак или кошек забрать домой. Кроме этого, в дар животным можно было оставить корм, когтеточки, миски, игрушки и другие нужности. Грета, зайенька моя, ты моя девочка красивая, умная моя, сладкая, да. Семилетняя Грета уже шесть лет живет в приюте. Туда ее годовалым щенком привел хозяин. Сдал, как по ошибке, купленную вещь за ненадобностью. Собака с грустными карими глазами находится под кураторством Ирины Нестеровой. Девушка встала на путь волонтера четыре года назад, хотя и до этого времени не была равнодушна к проблеме бездомных животных. Вот и сегодня Ирина пришла поддержать благотворительную акцию «Дорога домой». У выставки это, конечно, эффективно, но только с точки зрения того, чтобы людям объяснять, что это не страшно, что собаки из приютов очень социализированы, что они достойны жизни в доме, что они ничем не хуже тех породистых, которых можно купить за деньги, они будут даже вернее и сильнее вас любить, потому что они никогда не забудут то, что с ними происходило. На сегодняшнем мероприятии выставки проходившие мимо люди и те, кто пришел сюда специально, действительно знакомились с приютскими животными и помогали им, чем могли. Здесь можно было что-то купить на благотворительном маркете или отдать корм, лекарства, игрушки и другие нужности для собак и кошек. В основном о подобных мероприятиях люди узнают через социальные сети. Там был крич о помощи, что нужно что-то собрать для животных, и вот мы пришли. А что мы приняли? Корм, млаточки, чесалки, одеялко старое. Благотворительную акцию «Дорога домой» организовал волонтерский проект «Котовский ансобаки». Для них это уже четвертое подобное мероприятие. Организаторы проекта очень надеются, что благодаря подобным выставкам у приютских животных появится больше шансов снова стать домашними. Люди приходят, но все-таки что-то, наверное, останавливает именно от этого решения, что да, сегодня я возьму. Обычно люди потом приходят в приют, еще какое-то время общаются с животным и уже тогда принимают либо решение взять домой, либо вообще остаются волонтерами в приюте. Проблема бездомных животных в нашей стране вообще и в городском округе Люберцы в частности требует комплексного подхода. В первую очередь нужно признать, что она есть и что ее масштабы давно уже вышли за рамки отдельно взятого случая. Также нужно привлекать внимание общества к этому явлению. Вместе с тем важно отметить, что работа волонтеров и неравнодушных людей дает свои плоды. В этом году люди, зная уже, что пройдет такая выставка, вот с утра подходят и говорят, а мы хотим забрать котенка. Кто-то уже идет с утра с кормами, уже знают они, уже несут. И да, по сравнению с тем, что было в прошлом году, в позапрошлом, есть действительно прогресс. Благотворительная акция «Дорога домой» приурочена ко Всемирному дню защиты животных. Напомню, он установлен 4 октября. Эта дата призвана напомнить, что все звери нуждаются в нашей заботе и защите. Традиционно в этот день во всех странах проводятся акции и благотворительные мероприятия. Их целью является воспитание чувства ответственности в людях за все живое на планете. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Прививают любовь к чтению с 1927 года. Люберецкой Есенинской библиотеке исполнилось 90 лет. В честь юбилея открылась выставка в Краеведческом музее, где представили произведения декоративно-прикладного искусства, живописи и фотографии. Все работы так или иначе созданы по мотивам различных литературных произведений. Слово «книга» равновелико веку. И как бы ни менялись времена, не изменяет ли библиотека служению светлым посвящена. Выставки, посвященные Есенинской библиотеке, проходят уже 23 года. Галина Талалаева, заядлый участник таких мероприятий, не пропустила ни одно из них. В этот раз талантливая журналистка не только посвятила стихи любимой Есенинке, но и снова представила свои картины. Давайте быть ближе друг к другу, давайте дорожить тем, что у нас есть. А Есенинке – ура! Литературные герои, исполненные в дереве, гобелень, докупаж, вышивка, живопись, фотографии. На что только не вдохновляют книги творческих людей. Всего на выставке представлено около 800 работ от любителей и профессионалов разных возрастов. В этот раз Есенинка расширила свои границы. Ограничений по тематике не было. Они самого разного направления, эти работы. Мы не призывали написать обязательно. Обычно всегда Есенин присутствовал. Дело в том, что все равно те работы, которые мы собрали, они отражают дух есенинский. Каждый раз они разные. Меняются авторы, меняются направления прикладного искусства. Но в целом они очень теплые. Я не знаю, мне кажется, когда заходишь в этот зал, вот уже оформленный, особая атмосфера. На входе в зал Есенинская библиотека в свой первый год существования. С тех пор прошло целых 90 лет. Позади непростые события из истории нашей страны. Но все же Есенинка выстояла, процветает. И до сих пор хранит бесценные коллекции книг, которые продолжают воспитывать поколения. Дарит знания и удовольствие жителям Люберецкой земли. В зале Краевического музея собрались все лучшие друзья Есенинской библиотеки. С юбилеем ее пришли поздравить педагоги музыкальных школ, художники, фотографы, поэты и просто люберчане, которые любят читать, которые без литературы не видят своей жизни. Давайте скажем Анне Леонидовне огромное спасибо, потому что это тоже труд. У вас доброе сердце, добрая душа. Я вам желаю доброго и здоровья. А мы будем наслаждаться. Посетить выставку, посвященную 90-летию библиотеки имени Есенина, можно в Краевическом музее до 3 ноября. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Не забудьте подписаться. Ну а пока что я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин